Всем привет! С вами Кристина и это мое первое видео. Субтитры создавал DimaTorzok Вкусный кофе! Здравствуйте! Благодарим за внимание! Спасибо! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Мы седаем на наш местах Сколько будем летать? Думаю, что это путешествие будет просто невероятным! Очень красиво! Где мы? В Адресе! Очень солнечно! Очень! Очень красиво! Все! Мы в такси и едем вот тут! Тут что-то слишком тепло и я неожиданно! И две дома в круглых очках Направляются в отель! Мой коллега отправит лагеря в твоей комнате! Хорошо! О, боже мой! О, боже мой! Офигеть! Мы переоделись! Я в джинсовом во всем! Моя деловая! Very beautiful! Мы идем на welcome drink! И потом на устрицы! Ю-ху! Главный атрибут любой девушки! Сумочка! Ю-ху! Мы пришли на welcome drink! Я взяла себе какой-то коктейль! Безалкогольный! А мама взяла себе что? Кава! Глазов кава! Глазов кава! Губа не дурак. Последний раз я была в Барселоне, когда мне сколько было? Лет шесть. Я была очень маленькая, мы сейчас идем. Я понимаю, что я вообще ничего не помню. Хотя мама думала, что я все помню. Поэтому я здесь как в первый раз. Но мне здесь очень нравится. Мы пришли есть сестрицы на рынок. Вот наша Джоэлс Омстерс Бар. Сейчас будем есть. Прошло и полчаса, мы съели все. Сестрицы, сашими. И сейчас придет королевский краб. Краб. Может быть его я успею снять. Но это не точная информация. Потому что все очень вкусно. Королевский краб. Маринованный сауан. Что может быть прекрасным? Все, мы поели. Мы довольны, мы сыты. Нам было безумно вкусно. Просто невероятно. И сейчас мы пойдем куда? В Зару шофер. Пришли мы в Зару. Зашли в гримерку. Вместе с мамой сказали, что половина нам не подошла. Но несмотря на это, мы идем с огромным мешком Зары. Но самое интересное, что мы направляемся еще в одну Зару. Потому что в этой Заре не было джинс моего размера. Десяти метров. Мама покупает Хавана. Хавана унана. Потому что ее ботиночки ей натерли. Зато посмотрите, какая красивая татуировка. Вы понимали размер этого пакета. Вот. А мы направляемся дальше. Я попала в рай. Боже, сколько косметики. Когда нашел джинсы своего размера. 7,5 километров пройдено. Где-то в районе того. У нас сейчас есть где-то час чем-то отдохнуть. Поваляться. Я в свою очередь предактирую видео, которое скоро выйдет. И да, я подумала, что я разделю видео о моем путешествии на две части. Такие у нас планы. Впереди ужин и матч. Футбольный матч. Вот такой офигенный вид у нас с нашего балкона из номера. Мы с мамой на самом деле огонь. Потому что мы случайно посмотрели время и поняли, что наш матч не в 21.45, а в 20.45. Поняли, что у нас есть всего час. Мы для того, чтобы поесть и везде успеть. И не знаем, что мы сейчас будем делать. Нас еще такси не забирают. Но надеюсь, что челлендж успеет все за один час. Пройдет успешно. Мы как настоящие болельщики покупаем максимальный атрибут. У-у-у-у, давай. Все берем, все сгребаем. Ну, с нами вообще все нормально. Мы накупили атрибутов. Всяких флагов, дуделок и прочего. И я в кепке. На меня очень странно смотрят, но мне как-то по барабану. Зато я иду на матч, который считается очень крутым. Вот. И нашли еду. Все. Жизнь удалась. Вот и стадион. Очень красивый. И такое небо прекрасное, мама. Кепки на фоне. Мы поднимаемся на наш ярус. Справа от нас мы можем увидеть взрывы болельщиков. Вокруг нас клетки. И очень надеемся, что они будут нас взрывать. Веселый поход на матч. Но атмосфера чувствуется будет там крута. У-ху! У-ху! Вот такой интересный матч с прямым эфиром. Первый тайм прошел. С счетом 1-0 в пользу Барселоны. Но этот голос забила Рома сама себе. Сейчас мы стоим в очередь. Потому что мама хочет что? Фок-дог! Вообще крутяк. Все идут праздновать чем-то в столе. Если мы сейчас поймаем такси, это будет такая удача и такая фортуна. Значит, идем мы. Точнее, мы долго очень шли. Шли мы дофига. Да, дофига мы прошли. И мама говорит, такси приедет к нам, когда ему нужно будет. И в эту секунду мы видим одно единственное такси с зеленым светом, который мы зовем. он останавливается. Нет, это невозможно передать. Просто когда в городе ни одного свободного такси. Вообще ни одного. Все занято, потому что после матча очень много людей. Отель родной. Все, мы в номере. Очень устали, умылись. Сегодня был очень насыщенный день. Завтра, думаю, будет еще интереснее. Сейчас немного помонтирую и лягу спать. Доброе утро. У нас было 9 утра. Мы встали, умылись. Сейчас пойдем на завтрак. Погода просто отменная. Солнце светит, тепло. Всем хорошего дня. Вот в таком офигенном месте мы позавтракали. Итак, мы оставили господи, наш багаж в камере хранения. Отчекаутились. Ждем Хосе, который вскоре, но это не точно, должен за нами приехать. И мы поедем в Кос. Потом мы пойдем в какую-то парфюмерию. В общем, дел много. День прекрасный, солнышко светит. Главное, зачем нам брать свободное такси, которое стоит вот так много, когда можно взять Убер, Хосе и ждать его 10 минут. Мы затарились в Косе. После того, как мы там все купили, мы сказали, что нужно заканчивать шопингом, но пошли в парфюмерную, и мама купила себе духи. И сейчас мы идем в Тапасную, которую нам посоветовали. Говорят, что там очень вкусный Тапас. Это испанское блюдо. Так что попробуем. Мы уже пообедали, и знаете, кто за нами едет? Хосе! Он снова с нами! В классном месте мы сегодня пообедали. Очень вкусная и свежая вся еда и морепродукты. Сейчас мы едем в наш отель, заберем чемоданы и поедем в порт на наш круиз. Наш малыш стоит. Все, мы зарегистрировались. Сейчас уже будем заходить на корабль. И да, на этом корабле еще никто не плавал. То есть мы как, не знаю, ревизоры, которые будут смотреть, как все там обустроено. Very important person, так сказать. Думаю, что там все очень красиво и очень круто. Так что let's see! Мы зашли на корабль. как будто в торговый центр. Самое, что меня поразило, это вот этот вот стенд. Starbucks на круизе. вот такая наша каюта. Здесь ванная комната. И самое главное, вид на море на лет. Нас как блогеров нам всем показывают самые крутые номера и каюту. Покетня, гостиная, рояль, спальня и джа. Этаж. Здесь такой мини-кинотеатр с большой кроватью и видом той family suite, аналог которому нету нигде. Это второй этаж, большая кровать, детская комната. Главное просто огонь. Спуск со второго этажа с помощью горки. Я, конечно, не дускнулась на спуститься. Здесь кинотеатр, кухня для детей и стена из лего. Стеночка. Игра. Большой телевизор. Это гостиная. Ну и как обычно. А вон в жахозе таможен. Отдельный ресторан для сьютов. Для всех самых крутых. Это Централ Парк. То есть это почти целый этаж в растениях, деревьях. Тут безумно красиво. Также здесь бары всякие. Еще нам выдали такие сумки. Там записная книжка, портативная зарядка и вейджинг медиа. Ну я же медиа. Мы сели внутрь. Бар. Только это необычный бар, а бар, который поднимается наверх. Здесь минуты три-четыре он поднимется наверх. Сейчас покажу как. По этим рельсам вот эта вся площадка поднимается наверх. Мы переоделись. Красивые. Идем на ужин. Что мы смотрим? Красава да. Да, это куру в туго. Ребята, верите, верите, Субтитры сделал DimaTorzok